В самом общем виде смотрим, на что жалуется враг. Мы же не жалуемся, правильно? Враг жалуется. А враг, говорит, жалуется, что по-прежнему там штурмуют Лиман. Злые украинские полки. А мы в это, конечно, не верим, но говорят, что таки да. И самое главное, они говорят, что внезапно на северском направлении какие-то продвижения с нашей стороны, вроде как они говорят. Я не знаю, можно ли это поверить, просто говорю о том, что я обсуждаю французский полночат и пишу. Прога логика все та же самая. То, что мы вчера подробно рассказывали, здесь повторялся нет смысла. Наши должны по логике отсечь. Ай, нет. Вот внимательно на Боровую видим. Которая вот она, севернее Славянска, Северной Северной. И на Восток от Изюма. На Северо-Восток. Вот там, говорят, жалуются враги, что как-то сильно расширился по плосдам. Мол, переправиться и закрепиться. Мол, это прямо на Сватово. Мол, это представляет ужасные для нас, для них, позволь. С этим что-то нужно делать. Говорят они, мы этого не говорим. Понятно. Вокруг Лимана какие-то беды, там у них и победы. Ну, может, тогда. И даже они говорят, что как только Лиман будет взят, украинцы как побегут на Заричное и на Кременное, прям не знаю, можно в не верить или нет. Дальше мы идем в Северск. Да. Так, так. Северск. Ну, там, если посмотреть, смотри, мы представим себе, что побежали одновременно украинцы на Сватово, от Купинска и на Кремену. Что произойдет? Надо на кто-то дорог сюда смотреть, потому что война всегда вдоль дорог идет. Особенно интересуют перекрестки. Я Сватово на перекрестке сразу двух дорог крупных. То есть это узел, за узлы идет Барьба. Сразу перерезается снабжение от Сватово на Северодонецк. Да? Что-то случается. Сразу от Сватово возникает угроза на Старбельск по прямой доехать, как от Изюма доехали до Боровой, например. От Балаклееверной и до Купинска. То есть это выходный простор по дорогам наступления идет в 10 раз быстрее, чем по обычной местности. И рубежи там создавать сложно сходу. Всякое может случиться. Прямо целое может обрушение еще дополнительных фронтов. Хотя они туда, конечно, натаскали и пытаются обороняться. Но то так и посмотрим. Но больше всего они боятся, что ежели мы Лиман берем, то как потом прибежим прямо на Кремену. Как наступим на Лисичанский, Донецк и Севера. И как отрежем их от Сватова, где у них основные склады. И оперативные резервы любят гулять. И все. Прям горюшка какой-то может наметиться. Это же так можно до чего доиграться. Что будет взять Северодонецк и Лисичанский снова, который они доложили, что он никогда больше проклятому крупу не попадет. Но и там чудеса, чудеса-тое какие-то. Смотрим город Сиверск. Там спорное есть такое. Вот под этим спорным пишут злые языки с российской стороны. Просто цитирую. Ничего сами не утверждаем. Что там какие-то неприятности крупные. Настолько неприятностей, что поперли резервы АШС и само ЗНР. А там чему-то противостоять. А почему? Потому что пленных много взяли там наши. Говорят, они. Подскочили помощнички, чтобы как-то это стабилизировать. Это хорошо. Идем южнее. Бахмут. Заявили эти добрые люди, что они прямо вышли на кровь Бахмута и прямо чуть ли не пробку взяли. Сразу говорю, это брехня. Наш доблестный генштаб сказал, что все это вранье. Ему я верю гораздо больше, чем любым этим самым. Атаки отбиты, как они говорят. Они действительно сосредоточили там ресурсы. Они действительно пытаются давить, взять. Им нужен хоть какой-то оперативный успех. Они сильно рассчитывают на то, что сейчас все поменяется под Ободным, под Зайцевым. Бахмута кружит. Солидар возьмут. Красную гору возьмут. Но под Солидаром им навешали. Поэтому не получается. Напоминаю, что из 1300 километров фронта, 1390. Это единственное место, участок километров в 20, где они пытаются наступать. Все. Больше нигде? Больше нигде. Там же раньше пески были и все остальное. Крестки, конечно. Они пытаются... Ну, если от Гольмовского они там пытаются прыгать, но то такое. Начали от Горловки. Если это все очень маленькие тактические действия. Это на уровне, знаешь, типа взвод Ивана Петровича пошел в атаку на Петра Сидоровича. Это наступление-то не завершено. Это такие типа... Под кошмаривание мелкие тычки, попытки продвигаться в Северо-зону и так далее, которые плохо для них заканчиваются. Заканчиваются выбитой пехотой, мы об этом говорили. Ну, и тем не менее, подобного рода усилия они предпринимают еще в районе Песков, в районе... Ну, там, условно Песков. В районе Маринки, но все это... Сказки Янского леса. Значит, смотрим в Запорожское направление. Мы ничего не можем утверждать, но они утверждают, что мы как накопили там миску. Причем сделали это на ужасном... На ужасном широком фронте. Даже они не знают. Софициально, чтобы скрыть направление удара. И очень боятся, что мы как ударим, и как куда-то пойдем. Я не знаю, ударим или пойдем. Честно. Район Угельдара. Просто описываю то, что они говорят. Жалуются люди, говорят, что все ужасно и страшно. Теперь мы идем что? Идем на Херсонское направление. Там тоже чудеса по чудесам. Злые языки. И утверждали, что с их же стороны, тут на карте такого нет, что от направления посадок Покровского слегка украинцы продвинулись. Докуда говорить не буду, потому что не помню, признавал ли у нас в МСССР официально или нет. Вроде как признавал, но по принципу не говорите, подставка. Но говорят, что продвинулись. Прямо вот эта дорожка М-14 от Николаева прямо к Кирсу. И там уже все совсем близко. А кроме того, там продолжается радостная стрельба. Чего? Уролы, артиллерии, маусовы, все агрессии, российские силы, и на каждой стороне, и силы эти колеблются. И радиоперепад от ужасно жалуются, что это 10-12 победителей в день, опять нас обстреляем, опять деваться некуда, вообще воевать не можно. Думали, что придет на ротацию, потому что мы все больше семейные. Я бы давно хотел сбежать, но это не получается. По фронту или как-то так. Операция продолжается, помним, да? Есть краткие, опять, от этой операции. Форбс опубликовал, уж не знаю, где взял, но, мне кажется, форбсу можно верить. Зачитать? Да, да, да. Дальним генштабом, у генштаба взял, с 6 по 11 сентября что же на 2850 российских оккупантов и 590 единиц техники, стоимость которых превышает 670 миллионов долларов. Самая дорогая потеря противника, разовый комплекс радиоэлектронной борьбы Москва-1, 57 миллионов, уничтожили в Запорожской области, в Харьковской области, сбит бомбарнировщик суд, суд-34, и потеряла российская сторона, за вот этот короткий период, один в Крыму упал, один сбит, по-моему, в Запорожской, один в Харьковской, или два в Харьковской, сейчас не помню, 36 миллионов икон, контрбатарейная радиоэлектронная система, за парк 1М, 25 миллионов. Всего потери противников, это не только наступление, но большей частью в зоне наступления нашего, 86 танков, 158 боевых бронированных машин, 106 террористских систем, 159 автомобилей, 46 единиц другой техники. Не вся техника уничтожена. По данным аналитического проекта Орекс, они очень нудно и прескепливо считают, с того по 10 сентября украинские военные захватили 129 единиц техники, которые Форбс оценивает 104 миллиона, в том числе 9 гаубиц самоходных М-100С, и М-100Б это буксируемые. На сумму свыше 43 миллионов это только то, что попало на видео и четко запруфлено, все равно привязано к местности. И тогда я реально больше, реально могу сказать, что мы захватили техники, ну да, минимум на две бригадки. Одну банково, они механизированы. И это очень хорошо, пойдет нам, считайте, две новые бригады укрептованы. Это очень хорошо. Это большой подарок. Как это российская инфрация, основной поставщик техники после Соединенных Штатов для украинской армии. А по некоторым категориям и первые. Но как-то так.